Всем привет! Меня зовут Гучнин Кирилл и я разработчик спиннингов Nord Stream. Сегодня хочу представить последнюю серию из концепции ECS-X. Это спиннинги Ultra, которые завершают модельный ряд. Получилось так, что 2021 года. На самом деле все это должно было быть в 2020. Привет ковиду. Модельный ряд серии ECS-X, который мы только что выпустили в продажу. Это уже пришедшие серийные спиннинги. Что такое Ultra? Начнем с того, что этому названию очень много лет. Это уже третья или четвертая генерация на моей памяти. Но с годами концепции легкой лоули в голове у рыбаков менялись. Менялись приманки, менялись подачи, стили. Мы пришли в моем понимании к этому. Еще раз повторю, это ECS-X. То есть весь комбель у нас сделан из X-образного препрега. Вершина из обычного. Если что-то интересно, смотрите видео, где я рассказываю конкретно про ECS-X. Здесь мы будем говорить об ультри. В чем нюанс? Во-первых, конкретных ультралайтов здесь нет. Самая легкая модель у меня в руках. Длина 6,6. Тест от 2 до 10 грамм. Почему? Потому что вся серия концептуально заточена под ловлю на течении. Это в первую очередь. И ловлю именно не легким джигом, а ловлю на вертушке, колеблющейся блесна, краньке. То есть непрерывной проводкой. Факультативно легкий джиг возможен. Но в принципе для этого есть удилище навигатора, которые именно сделаны под либо легкий джиг, либо микроджиг. Об навигаторах мы уже в принципе говорили, поэтому повторяться не буду. Насчет нюансов. Вся серия разделена на две подсерии. У нас есть три достаточно коротких модели. Это 66, 67, 68. С тестами от 2 до 10. Самая легкая, самая короткая модель. И от 4 до 16. Это самая мощная. Вторая подсерия более длинные модели. Это от 7,2. То есть 2,19. И до 7,8. 2,34. С такими же тестами. От 2 до 10. И до 4,18. И собственно говоря, примерно с таким же назначением. Разница в чем. Более короткие модели немножко более злые. И они заточены на то, чтобы сделать точный, четкий заброс в нужное место. Более длинные модели с этим у них будет немножко посложнее из-за повышенной длины. Зато если работать ими на верхах, дистанция заброса будет увеличиться прилично. То есть, грубо говоря, крэнк там весом 7-8 грамм. На модели 782 можно закинуть метра на 3-4-5 в зависимости от. Чем на модели 682. То есть 2,03. 2,34. 30 сантиметров для спиннинга. Это довольно приличная разница. Невзирая даже на то, что как бы более длинных моделей рукоятки подлиннее. Значит, нюансы серии. Кольца. Вот это я считаю самое главное. Кольца ставят Seagate Air Soul. Это условно говоря, можно сказать, что это какой-то аналог Торзайта. То есть, тончайшие вставки, которые, естественно, ничем не пилиться. Титан ставить не стали, потому что цена вопроса этой серии до 9 тысяч рублей всего лишь. Поэтому здесь сталь. Но сам факт. Кольца максимально облегчены. Для чего? Для того, чтобы увеличить скорость возврата вершины и увеличить этим самым чувствительность. Потому что, когда ловишь того же головля, а надо понимать, что вот эта серия река, легкие приманки и прочее, это в первую очередь головлевые спиннинги. Бывают у того же головля не просто мощные удары, которые мы все любим при головленной ловле, а аккуратный легкий тычок, бодание и прочее, прочее. Вот задача ультры не просто поймать, подсечь, вывести ударившего, севшего конкретно хорошего экземпляра, но и в том числе почувствовать вот эти вот легкие подбои, легкие атаки, которые иногда на более бюджетных вариантах, более простых, просто становятся незаметными. Что еще? Строй. Строй у всех моделей средне-быстрый. Почему? Объясню. Дело в том, что многолетняя лоли гололя мне говорит о том, что зачастую спиннинги с жесткой вершинкой приносят гораздо больше холостых поклевок. Что происходит? Головлю такую приманку, вот, если он сразу чуть сопротивления, как? Не понимаю. Но либо сход, либо холостая атака. Чем мягче сама непосредственная вершина у спиннинга, тем больше шансов, что атака для нас будет более статильной, то есть мы его посечем, либо он сядется. Но, с другой стороны, делать спиннинг в варианте экстра-фаст, когда у вас, условно говоря, жесткая комель, жесткая средняя часть и мягкая вершинка, это тоже не лучший вариант. Объясню почему. Потому что в забросе мы явно потеряем, а в работе с вращающимися блеснами и скалеблющами это будет вообще никак. Поэтому вот здесь, скажем так, строй сделан, чтобы оптимизировать это и другое. То есть спиннинги в средней части не сильно жесткие, но и не мягкие. Вершинка достаточно жесткая, с одной стороны, чтобы контролировать работу кренка либо вертушки. С другой стороны, она довольно нормально поддается под усилием. И это как раз сделано благодаря струю. Следующий момент, на который хочу обратить внимание, стейки. Как и у всех SCSX, здесь нет обмоток, лишний вес, лишняя ненужная работа. В принципе, стенки здесь не картонные совсем. Палки довольно мощные, довольно надежные. Но при этом вес, например, вот этой модели, самый легкий, это 89 грамм. При том, что специально кто-то как-то сделать максимально легким именно конечное вес удилища не пытался. Бланк дано, а бланком работали серьезно. Значит, катушка-держатель. Катушка-держатель это не Fuji. Fuji я оставить не стал. Я нашел очень хорошие, интересные держатели, которые прям вот красивые, удобные. А главное, чтобы функциональные. То есть ставишь катушку, все лежит в руках. Легкий foregrip я оставил. Мало ли, потому что есть любители подержать перед. Хотя, в принципе, в легкой ловле он не сильно нужен. Сами рукоятки, ну, не сильно длинные. Вот. Потому что спиннинги кидает легко, далеко и, в принципе, сами. То есть, честно говоря, это более упрощенная версия по строй. Наверное, чуть пожестче все-таки, помощнее, чем аватар. Если сравнивать, например, вот это вот с реалом. Потому что понятно, что ценовая категория старого реала и ультра они схожи. В чем разница? Ультра мощнее в коме. Потому что, опять же повторюсь, это не спиннинг для ловли форели на платнике. Можно. Легкими моделями, в принципе, ловить можно. То есть, она не настолько жесткая, дубовая. Но это никак не форельный вариант. Это именно модели для ловли на течении, возможно, даже приличного размера рыбы. То есть, прошлым летом у меня было несколько рыбалок именно с ультрами. Уже такими пред-предсерийными. Когда у нас садились прям хорошие экземпляры. То есть, килограмм это было не самое большое для ловли. Вот. И возможность вывести, взять, не слить хорошую рыбу, она вот именно во всей ультре и присутствует. Сделано это, опять же, для того, чтобы ультрой можно было ловить не только белую рыбу. Потому что очень много сейчас запросов. Ребята, ловлю лайтом, речка небольшая, но у меня там щуки, например. И я не знаю, на что я буду ловить эту щуку. Буду ловить ее на вертушку, буду ловить на воблер, буду ловить там, условно говоря, на джиг. Вот. В принципе, для этого в том числе, как универсальный лайт, начиная там от UL, L и кончая ML, ультра и сделано. То есть, у вас есть модель, вы подбираете по тесту, вы подбираете, в принципе, по мощности. Потому что мощность здесь прописана, она понятна для того типа рыбалки, который вам нужен. Если у вас только белая рыба, там, условно говоря, и кранки размером до 5 сантиметров длиной, то тогда понятно, что подойдет либо там 2,10 либо 3,14 теста. Если же у вас там возможно щука, окунь и приманки могут быть достаточно крупными, тогда смотрите уже вариант 4,16-4,18. В этом случае у вас получится уже спинник универсал, которым можно половить и голавлика, и которым можно половить, условно говоря, там щучку. Но дело в том, что все-таки низа от 4 грамм, скажем так, не подразумевает под собой работа небольшими колебалками. А сейчас достаточно в тренде, то есть многие ловят головлями небольшими колебалками. Поэтому смотреть надо вот на эти нюансы при выборе определенной модели. Дальше, сразу предупреждаю, вот это вот никакое не усиление, все именно X-образное переплетение оно внутри. Это чисто косметика, мы немножко сделали спинник покрасивее, стараясь максимально не удорожать его этим. Что еще? Более короткие модели позволяют делать легкий твич. Понятно, что спиннинги не твичевые, но в принципе, если не упористые, скажем так, минохи, ну вот для UL-L до 5-6 сантиметров на течении продернуть вполне все можно. Поэтому надо легкий твич, жерех по весне, еще какие-то варианты, там окуневые, вот эта вот твич работа вокерами, вполне себе справляется. То есть вершинка не настолько мягкая, чтобы нельзя было сделать эту проводку. Как я уже говорил, вообще изначально вот идея какая, мы берем универсальный от UL-L до ML, универсальный спиннинг, который работает в максимально возможном широком диапазоне, но в первую очередь на течении. На стоячке ловить можно, но понятно, что как бы в некоторых случаях спиннинг может быть чуть-чуть жеского. Если мы ловим, скажем так, например, окуня, вот если ловить окунь на стоячке, то это вариант, я бы сказал, 2.10, не более мощный. Более мощная X-ли, да, вот именно сильное течение, перекаты и прочие такие вот речные дела. Собственно, на этом все. Более подробно снять про серию Ультра уже там с забросами, с показом, как что работает и прочее, прочее, есть в планах. Надеюсь, что осуществим в этом году. Ну а вот по тем моментам основным, которые, возможно, пригодятся при удилище, в принципе, я опрошелся. Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Ну и увидимся на канале и на рыбалках. Ни хвоста, ни чешуи. Всего доброго.